Он стеклом царапается. Он стеклом царапается. Это флюрит. Мы рассматриваем камни, определяем, какой именно это. Например, мы смотрим, чем они царапаются. На пустом стеклом или наждачной бумагой. А потом по таблице смотрим, какой именно это камень. Мы проводим 10-ю юбилейную конференцию, посвященную юнацкому движению в нашем регионе. Ребенок участвовал в олимпиадах каких-то, заслуживал он какие-то уже первые места. Это не важно. Он может быть совершенно начинающим еще исследователем, начинающим юным натуралистом. Но если вдруг в нем живет маленький Ломоносов, то как раз эта площадка ему позволит развить свой интерес и, возможно, прийти когда-то в большую науку. Мне вообще интересно познавать окружающий мир, узнавать что-то новое. Интересно отвечать на вопросы, которые появляются. Я хочу пойти по медицине к косметологам, либо что-то связанное с хирургией. Мы сегодня практиковали, как оценить разнообразие видового состава. Получается, сначала мы надпочечную фауну изучали, сейчас водную. Посчитали, что моя вода достаточно чистая. Показывала им модель серых доместицированных крыс. И мы проводили мастер-класс на изучение исследовательской активности данных животных. Я узнала про поведение крыс, его особенности, как проявляется агрессия, что она отличается от человеческой агрессии. Ранняя профориентация – это такие слова не для детей, но это важная задача для того, чтобы детишки, начиная с младшего возраста, начинали любить природу. Вот здесь, на этой юнацкой конференции, по-моему, 54 тезиса юных натуралистов, доклада. Будут точно заслужены, оценены комиссией. И им будут вручены соответствующие свидетельства, кто занял какое место. Субтитры создавал DimaTorzok